Дед 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 Такси лихо подкатило к дому деда рано утром. Я немного постоял у калитки, осматривая дом издали. «Здравствуйте! Вы, наверное, внук Егора Васильевича?» Я оглянулся. Около меня стояла немолодая женщина в старом фартуке. «Я соседка, живу напротив! Горе какое!» – запричитала женщина. После долгого монолога она достала из кармана фартука связку ключей и протянула ее мне. «Егор Васильевич хотел, чтобы я только вам отдала, лично в руки. Мне меньше всего сейчас хотелось разговаривать с кем-либо. Поэтому, пробормотав слова благодарности, я решительно открыл калитку. Дом встретил меня угрюмой тишиной. Не пение птиц в неухоженном садике, не лая собаки. Я открыл тяжелый висячий замок на входной двери и шагнул за порог. В нос мне ударил знакомый с детства запах нафталина, плесени и старья. Первым делом я раздвинул шторы и распахнул все окна, давая проникнуть свежему воздуху. Потом я присел на диван и оглянулся. «Да, долго же мне придется разгребать эти завалы, наводя здесь порядок?» Конкретного плана действия у меня не было. Схожу на могилку деда, улажу дела с документами, выброшу весь хлам, через риэлтора выставлю дом на продажу, ну и пока все. Разгребать завалы из бумаг и вещей я начал в тот же день. Сначала я осматривал каждую вещь, потом кидал ее в кучу на небольшое покрывало, брошенное на пол. Когда куча становилась приличной, я выносил все во двор и сваливал поближе к калитке. Бумагами я решил заняться вечером. Так прошел мой первый день пребывания в доме покойного деда. На следующий день, едва взявшись за бумаги, я наткнулся на большой конверт, содержимого которого озадачило меня. Это было своего рода завещание или последняя воля деда. «Внучок, если ты читаешь это письмо, значит судьба привела тебя в этот дом, а я уже покинул его навсегда». Все последние годы своей жизни я жалел, что так и не стал тебе по-настоящему дедом. Наверное, ты не очень-то хотел возвращаться сюда. Тебя должна смущать сама обстановка моего дома и причуды старого человека. Хочу пролить свет на некоторые обстоятельства моего бытия. Всю свою жизнь я посвятил поиску вещей, странных и страшных. А страшные, потому что владельцам своим они доставляли одни беды и неприятности. Иначе говоря, вещи эти прокляты. Кем и как? Прежде чем принести такую вещь в дом, я долго и кропотливо собирал сведения о ее владельце. Узнавал обстоятельства проявления необычного. «Поверь, многое из того, что находится в стенах этого дома, представляет для людей, находящихся в невидении, большую опасность. Ты можешь по своему усмотрению поступить со всем скрабом и домом. Но то, что находится в кладовке, должно быть обязательно уничтожено. Сожги все, что находится там, невзирая на личный интерес или видимую ценность. Всю свою жизнь я был хранителем. Но взваливать на тебя это бремя я не хочу. Еще раз прошу, прости мне, внук, и уничтожь все, что находится в кладовке. «Твой дед, Егор Васильевич». Я прочел несколько раз это короткое письмо, адресованное мне. Я никогда не верил ни в потустороннее, ни в мистическое, поэтому не знал, что и думать. Постепенно удивление и озадаченность сменило любопытство. Мне очень хотелось узнать, что же находится за дверью комнатушки в самом конце темного коридора. В ту ночь я долго не мог уснуть. Сама обстановка дома была жуткой. Мне казалось, что я слышу тихие шорохи где-то рядом. Может, это мыши, которыми всегда кишат старые дома. Утро прогнало ночные страхи и принесло крепкий сон. Проснулся я поздно и после завтрака решил осмотреть содержимое кладовки. Правда, мне долго пришлось искать ключ. Дверь этой комнаты была сделана на совесть. Крепкая, тяжелая, к тому же закрыта на огромный висячий замок, держащий стальной навес. Ключ я нашел в одном из ящиков письменного стола. К моему удивлению, он сразу подошел к замку. Дед мог бы его и получше спрятать, раз в кладовке хранятся нехорошие вещи. Сначала я ничего не мог рассмотреть в темноте, но потом нащупал выключатель у самого входа. И вот, моему взору предстала загадочная комната. Она была намного больше, чем казалось сначала. По обеим сторонам комнаты тянулись полки, уставленные ящиками, коробками и свертками. У противоположной от двери стены стоял небольшой столик, на котором лежала толстая тетрадь в матерчатом переплете. Ни пылинки. Видно, что это единственное место в доме, где поддерживался порядок. Я раскрыл тетрадь. Очень скоро я понял, что дед аккуратно номеровал каждую вещь и делал записи с описанием. Номер один. Флейта мастера Ван Доринга. В период с 1874 года по 1950-й сменила 14 владельцев. Ее звуки привлекают неупокойные души покончивших с собой людей. Проверено. Вещь крайне опасна. Я оглянулся. Небольшой деревянный ящичек с номером один лежал на полке у самого входа. В нем лежала та самая флейта. Довольно потертая и старая, на первый взгляд. Услышать ее звук у меня не было ни малейшего желания. Номер два. Кукла Роза. Сделанная мастером Рудольфом Тео в 1847 году. Волосы куклы – это волосы дочери мастера, умершей в трехлетнем возрасте. Все маленькие обладательницы куклы рассказывали в свое время о девочке, которая просила поиграть с ней. Эту девочку видели только дети. Родители данный факт отрицали. Многие из детей, игравших с этой куклой, умерли или лишились рассудка. Сведения проверены. Кукла представляет опасность, особенно для детей. Эту куклу я нашел в коробке под номером два. Прелестная игрушка. Яркая фарфоровая личка с голубыми глазами и розовыми щечками напоминала маленького ангелочка с белокурыми волосами. Она не внушала страха. Я слышал, что мастера того времени часто использовали настоящие волосы, но ничего зловещего в кукле не увидел. Положив ее обратно, я занялся дальнейшим изучением записей. Номер три. Плеть Дарьи Николаевны Салтыковой. Салтычихи. Ею она собственноручно забила до смерти не один десяток крепостных. Плеть была завернута в старую мешковину. Я осторожно развернул ее и с интересом посмотрел на эту старую высохшую вещь. На плетеной рукоятке еще сохранились бурые пятна. Наверное, это кровь жертв сумасшедшей столбовой дворянки. Но одного моего прикосновения было достаточно, чтобы... Сначала у меня в ушах звучали крики и жалобные стоны. Потом по моему телу прокатилась горячая волна. Я испытал дикое желание схватить эту плетку и хлестать. Хлестать и хлестать. Это чувство вызвало у меня дикий приступ страха. Я отшвырнул плеть прочь и шумно дыша отскочил назад. Через несколько минут, придя в себя, я внимательно дочитал строчки, которые касались этой плети. По свидетельству крепостных, многие жертвы Салтыковой не просили пощады, а проклинали ее, грозя Божиим судом. Плеть обладает силой воздействия на разум человека и превращает его в настоящего деспота. Вещь очень опасна. Если сначала меня разбирало любопытство, то теперь в моей душе появилась паника. Сердце забилось быстрее. Немного закружилась голова. Номер 4. Музыкальная шкатулка мастера Гольвестона из Эдинбурга. Была создана в его последний год жизни. Играет? Дочитать я не успел, потому что у входной двери раздался голос соседки. «Дима! Голубушек, как вы тут один?» Выскочив в коридор, я мысленно был благодарен соседке за то, что она вытащила меня из кладовки. Женщина, одетая так же, как и при первой встрече, стояла на пороге и улыбалась. В руках у нее была тарелка с дымящимися оладьями. Я вот гостиниц принесла к чаю. Приглашать в комнату, где царил беспорядок и хаос, мне ее не хотелось, но и нарушать закон гостеприимства тоже было невежливо. Поэтому я быстро вытащил из кладовки старый стул, стоящий у столика, на котором только что сидел сам. «Здравствуйте, извините за беспорядок. Вот разбираю старый хлам». «Да вы присаживайтесь», — с этими словами я пододвинул ей стул. Едва только женщина присела, я вытащил глаза от испуга. Лицо соседки стало багрово-синее, а глаза налились кровью. Она схватилась за грудь и захрипела. Потом раздался кашель, и изо рта брызнули капельки крови. У меня у самого дыхание перехватило. Я стоял, просто не зная, что делать. «Дима, что с вами? Вам плохо, Дима?» Голос был озабоченный и расстроенный. Я смотрел на соседку. Она была вполне здорова. Ясные глаза, нормальный цвет лица и никакой крови. Неужели мне все это показалось после чтения дедовских заметок? Ничего, ничего, голова просто закружилась. Наверное, пылью надышался. В это время в глубине кладовки раздался стеклянный переливающийся звон. Он был таким громким. Но, конечно, так может играть музыкальная шкатулка. Странно, что она заиграла именно сейчас. Ведь я к ней даже не притрагивался. Соседке все произошедшее явно не понравилось. Она сунула мне в руку тарелку с элладьями и поспешила удалиться, сказав на прощание. «Димочка, если вам что-нибудь будет нужно, приходите ко мне». Я рассеянно кивнул головой. Я уже собирался погрузиться в дальнейшее изучение содержимого комнаты в конце коридора, как услышал виск тормозов и душераздирающий крик. Выскочив за дверь, я увидел, что на улице происходит какое-то движение. Несколько человек уже стояли прямо посередине дороги. Машина на обочине, испуганные крики и причитания. Подбежав к калитке, я увидел распростертое на асфальте тело соседки. Как в моем видении, лицо ее было багрово-синее, а изо рта лилась кровь. Она судорожно хватала ртом воздух. Водитель машины, сбивший ее, беспомощно разводил руками. «Да выскочила прямо передо мной, разве можно так по дороге бежать?» Сначала я хотел броситься туда, но что-то останавливало меня. Я не бесчувственный и черственный, но в данный момент мне не хотелось быть в гуще событий. Я чувствовал себя не просто виноватым, а причастным к происходящему. Нелепые мысли лезли мне в голову. А что если... Забежав в дом, я бросился к тетради, лежащей там, где я ее оставил. Так, вот. Номер четыре. Музыкальная шкатулка мастера Гальвестона из Эдинбурга. Была создана в его последний год жизни. Играет мелодичный перезвон при присутствии человека, который должен в скором времени умереть. Все, кто имел с этой шкатулкой дело, утверждают данный факт. Все пытались заводить ее на безрезультатно. Механизм срабатывает только в определенный момент. Сам был свидетелем игры. Считаю, что в отношении смерти человеку лучше оставаться в неведении для душевного равновесия. Вот почему она внезапно проснулась и заиграла. Она почувствовала приближение ужасного конца. Тогда с чем связаны мои видения, так напугавшие меня? Весь оставшийся день я посвятил поиску ответа. Перелистывая страницы тетради, я пытался найти, что могло вызвать увиденное мной в тот момент, когда пришла заседка. Перед глазами у меня уже все плыло. Меня одолевала усталость. Часы, веер, монета, веревка, старый медный самовар, черная шляпа снежной вуалью, несколько безделушек и еще куча всего, но ответа на мой вопрос нет. А может дело в стуле? Я поместил стул поближе к свету и начал внимательно осматривать его. Довольно старый, кожаная обивка обтерлась и потрескалась. Но все четыре ножки стояли крепко и ровно. А если перевернуть? На внутренней стороне сиденья пестрел маленький номерок 71. Как же я сразу не догадался, что он один из экземпляров коллекции деда. Пролистав тетрадь до последних страниц, я увидел, что записи кончаются именно на номер 71. Номер 71. Стул, привезенный из Чебоксарской тюрьмы. Стоял в камере, в которой проводили последние часы жизни заключенные. Есть несколько утверждений охранников, что можно увидеть смерть человека, севшего на этот стул. Стул долгое время был изолирован, поэтому проверить данный факт не имело возможности. Картины смерти видели только охранники, причем садились на этот стул, обреченные на смерть. Далее запись заканчивалась. Господи, да я сам сидел на этом стуле последние несколько часов и ничего не почувствовал. Скорее всего, видения доступны постороннему. Главное – оказаться в нужном месте в нужный час. Моя мысль о том, что я сидел на стуле смертников, что я нахожусь посреди вещей опасных и загадочных, теперь нисколько меня не пугали. Наоборот, мне захотелось узнать больше о каждой вещи. Я не знаю, сожгу ли все это, исполнив волю покойного, но обладать такой коллекцией, такой силой – это значит обладать большими возможностями. Почему дед сам не уничтожил? Почему назвал себя хранителем? Почему записи в тетради довольно сухие и короткие? Почему весь дом завален старьем, но про него дед ни слова не упомянул? 71 экземпляр. Что еще скрывают многочисленные свертки и ящики темной кладовки? Может, не сейчас и не сразу, но я разберусь. Обязательно разберусь.